Во времена правления Януковича их считали одними из самых могущественных. Бизнес-империя Андрея и Сергея Клюевых в буквальном смысле купалась в лучах солнца и шальных деньгах от государства Украина. Да, да, Клюевы купались в лучах бабла и до сих пор купаются. Это самое страшное и самое печальное в этой истории. После революции Клюевых объявляли в розыск, но при этом дали спокойно уехать из Украины. А их бизнес, несмотря на колоссальные долги, прекрасно работает и поныне. Кто же крышует братьев, которые разрабатывали схемы борьбы с Майданом в последние дни правления Януковича? И почему мы с вами до сих пор платим по их счетам? Добрый день! У них было все. Друг президент, карманные нардепы, высокие должности во власти и возможность пилить бюджетные деньги. Братья Клюевы тщательно выстраивали свою империю, но все карты им спутал Майдан. В Украине их объявили в розыск, однако и им дали спокойно покинуть страну. Младший из братьев Сергей бежал, уже будучи народным депутатом. Я не призываю вас стать на мою сторону, на мою защиту. И пока братья Клюевы скрываются за границей, их солнечная бизнес-империя Салар оставила после себя миллиардные долги. Клюевы купались в лучах бабла и до сих пор купаются. Это самое страшное и самое печальное в этой истории. И даже большее. В распоряжении секретных материалов оказалась переписка, в которой фигурируют фамилии людей, совпадающих с топ-менеджментом Нацбанка. В этих письмах обсуждается то, как Проминвестбанк должен заплатить 160 миллионов евро по гарантиям, выданным компаниям Клюевых Салар, под контракт на закупку оборудования у китайской корпорации CNBME. Вот как выглядела эта схема. Клюевская компания Салар взяла в кредит оборудование у китайцев для своих электростанций в Крыму. Гарантировала оплату долгов Клюевых Проминвестбанк. Но поскольку братья оказались под санкциями и платить не могут, в конечном итоге должником сделали Проминвестбанк. И он был готов оплатить из этой суммы 64 миллиона. Кстати, о китайской корпорации CNBME. Клюевский Салар покупал у них сырье для производства панелей на своей солнечной электростанции. А в Украине братья обставляли все так, будто их производили на Запорожском заводе полупроводников. Теперь вопрос, или вообще этот полупроводник там производился. Потому что в конце концов продукцию, которая должна была делаться из полупроводников, оказывается, Клюевы покупали у китайцев. И за нее не платили. С Запорожским заводом полупроводников связана еще одна разводка Украины от Клюевых. Они купили его у государства в 2007 году за 220 миллионов гривен. Потом специально под себя через парламент протянули закон. Была проведена такая норма о том, что могли запуститься только те альтернативные генерации, которые работают на собственной продукции. А так как у Клюева был свой актив, который производил этот завод полупроводников, то, соответственно, это точно так же, эта норма была под него. Спустя два года, в марте 2009-го, уже Клюевский Запорожский завод получил два займа от государственного Украэксимбанка. Полтора миллиарда гривен и 230 миллионов евро. Это небывалые, грандиозные кредиты. Этот завод братьев Клюевых должен украэксиму в общей сложности около 8 миллиардов гривен. И на сегодня выходит так, что, скорее всего, дырку от Бублика получит Госбанк, а не возврат своих денег. А все потому, что завод находится в состоянии банкротства. И залог по кредитам есть только на бумаге. Есть договор залога на продукцию будущих периодов, на общую сумму 9 миллиардов 400 миллионов гривен, которые на сегодняшний день не существуют и уже никогда не будут существовать. То есть, де-факто, не все обеспечено залогом предприятия. Евгений Кириченко рассказывает, что даже в банкротстве своего завода в Запорожье Клюевский Актив Солар пытается играть первую скрипку. Два хозяина предприятия пакета акций Актив Солар, 75% акций предприятия, и Синвест 25% акций на сегодняшний день являются, они создали для себя кредитовскую задолженность в размере 3 миллиардов за Актив Соларом и 168 миллионов за Синвестом. Они включены и входят сегодня, согласно решению суда, и в комитет кредиторов и являются основными кредиторами, которые будут принимать дальнейшее решение. Сегодня за большие долги 4 из 10 Клюевских солнечных электростанций перешли в собственность китайской корпорации CNBME. Но не стоят ли за людьми из Поднебесной сами братья Клюевы? Я не исключаю, что за китайцами частично могут стоять Клюевы. Но понятно, что через китайцев они себя убеспечили от того, чтобы вообще что-либо возвращать к государству. И логично было бы, что именно там за китайцами где-то стоят Клюевы. Но опять же, это нужно доказывать. Поговаривают, что Андрей и Сергей Клюевы сейчас поселились в Москве. И судя по тому, что им легко удалось сбежать из Украины, основательно подаив бюджет государства и оставив сносом госбанки и кредиторов, даже сегодня в северной столице Клюевым по-прежнему ярко светит солнце.